Среди прочих исторических мест Нитании есть одно особенное, куда не водят туристов, где не любят гулять местные жители, но от этого оно не становится менее интересным. Сегодняшний наш рассказ будет про удивительную достопримечательность города, которая всего лишь 15 лет назад сияла настоящим бриллиантом на весь мир, а теперь находится в удручающем состоянии. Мы расскажем про Ульпана Кива. Все началось в середине 20 века, благодаря удивительной женщине, которую звали Шуламид Кацнельсон. Это был человек необычной судьбы. Она родилась в 1919 году в Швейцарии и в возрасте двух лет оказалась в Палестине вместе со своей семьей. Семья была вполне обеспеченной, ее родители были представителями интеллектуальных профессий, а потому переезд в Палестину из благополучной Швейцарии выглядит еще более удивительным. В детстве Шуламид была очень способной ученицей, она быстро впитывала разные языки окружавших ее людей. Ее семья жила в таком районе Иерусалима, где переплелись всевозможные культуры и языки. С самых ранних лет она слышала арабский, турецкий, русский, идиш, иврит, и каждый язык ей казался удивительной песней. Для нее не было деления на красивые и некрасивые языки, потому что в каждом языке она видела что-то свое, необычное и прекрасное. Живя в Иерусалиме, она постоянно наблюдала за людьми, которые пытались общаться друг с другом на разных языках. Как они признавались друг другу в любви, как воспитывали детей, как отстаивали свои взгляды и мнения. И при этом Шуламид видела, как люди, не понимающие друг друга, стремились решать вопросы мирно и последовательно, находя что-то общее. Вероятно, именно этот период ее жизни позволил ей сформировать собственную цель. Она захотела сделать так, чтобы все люди научились понимать друг друга и при этом сохранять взаимное уважение. Получив диплом университета в Иерусалиме, Шуламид продолжила обучение в США. Выбрав направление лингвистики и языковедения, она старалась везде учиться тому, что считала своей главной целью – умению доносить до людей информацию и умению учить людей. Она пробовала разные методики, разные подходы. Шуламид была уверена, что все проблемы этого мира происходят из-за недопонимания людьми друг друга, а значит выход очень простой. Нужно каждому дать возможность высказаться, дать возможность высказать свое мнение, так, чтобы его поняли. И тогда не будет ни войн, ни конфликтов, ни насилия. В 1951 году Шуламид Кассенессон открыл и собственный проект «Ульпан Акива» в городе Нагария. Правда, в Нагарии ульпан был совсем недолго и быстро переехал в центр страны в Нитанию. Это был один из первых ульпанов – школ для изучения языка в Израиле, но в отличие от других ульпанов, Акива открыл дверь не только для репатриантов, которые совсем не знали языка, но и для местных жителей. Шуламид была уверена, что местные обязательно захотят учиться в школе, если подход будет правильный, и она не ошиблась. Классы Акивы стали заполняться новыми и старыми гражданами Израиля, которые были уже слишком взрослыми, чтобы идти в обычную школу, но все равно хотели учить иврит. Уже находясь в должности директора Акивы, Шуламид всеми силами старалась приглашать в ульпан палестинцев и арабов. Она продолжала быть верна своей стратегии, считая, что таким образом сможет примирить враждующие стороны, и этот удивительный подход начал давать свои плоды. Так как ульпан Акива отличался полным погружением в язык, арабы, евреи, русские, французы и другие нации стали понимать друг друга. Во время обучения студенты курса по-настоящему объединялись в одну большую дружную семью, и это, поверьте, не пустые слова. Ульпан Акива действительно менял судьбы людей. Палестинцы и арабы, которые еще недавно слышать не хотели о работе в Израиле, заинтересовавшись культурой и выучив иврит, шли работать в государственные учреждения Израиля, помогая своим улучшать условия жизни, получать медицинскую помощь и так далее. Шуламид оказалась тысячу раз права, предполагая, что проблемы мира проистекают из-за недопонимания. Оказалось, главная озлобленность арабов и палестинцев на бытовом уровне проистекала именно из-за непонимания ими, как работает израильское государство. Им казалось, что все евреи-бюрократы специально строят им козни на административном уровне, а оказалось, что они сами не могли объяснить, чего они хотят и что им нужно. Как только в системе оказались ивритоговорящие арабы, добровольно закончившие ульпан по методике Шуламид, все проблемы резко закончились. Кстати, очень интересен выбор названия ульпана. Акива – это имя Равина, жившего в начале нашей эры. Человек он был по-своему уникальный, сотворивший много разных великих дел на благо еврейского народа. Но его имя Шуламид выбрал для ульпана не из-за его способностей Равина. По легенде, Акива происходил из бедной семьи и был безграмотным. Главной его обязанностью было пости овец хозяина, к которому он нанялся, но по случайному совпадению он влюбился в дочь землевладельца. Удивительно, но девушка ответила бедному, безграмотному и очень немолодому пастуху взаимностью. Разумеется, отец девушки и слышать ничего не хотел о таком зяте, но дочь упросила его дать шанс Акиве проявить себя. Она каким-то образом почувствовала в этом немолодом пастухе могучую силу духа. Отец остался глух к мольбам дочери, а узнав, что они с пастухом поженились, выгнал их обоих за пределы поместья. Молодожены долго скитались в полной нищете, пока жена не настояла, чтобы Акива сдержал данное ей обещание и пошел учиться. В результате пастух, которому уже было больше 40 лет, пошел в школу, где изучали Тору, для того, чтобы постичь азы наук. Читать-то он научился быстро, зато на постижение всех остальных возможностей изучения Торы у него ушло без малого 24 года. В результате, когда Акива стал знаменит на весь еврейский мир и к нему со всех концов начали стекаться ученики, они с женой с триумфом вернулись в родной город. Тесть признал, что Акива великий человек и восстановил их с дочерью в наследстве. Эта красивая история имела для Шуламит определяющее значение в одном моменте. Акива начал учиться чтению в возрасте 40 лет и смог стать одним из величайших людей в истории Израиля. А это значит, что если Акива смог, то сможет и любой другой, кто не побоится и начнет обучение. Именно поэтому Ульпан и стал называться Акива. С 1967 года Шуламит делает ход конем, и в Ульпане начинают изучать не только еврит, но и арабский язык. Это было очень смелым решением, поскольку арабский язык евреями воспринимался примерно так же, как иврит-арабами. Но директор не боялась ничего, она ставила задачи и решала их. Вскоре Акива становится центром изучения и лучшей школой арабского языка для евритоговорящего населения Израиля. Курсы арабского проходят солдаты и офицеры Цахала для того, чтобы уменьшить потери и сопротивление на всех линиях фронта. Параллельно с ними обязательный курс арабского проходят полицейские и прочие спецслужбы государства Израиль. Отдельно начинается специальный курс для женщин, служащих в армии обороны Израиля, по результатам которого выпускаются учителя арабского для преподавания в начальных классах школ. Ульпан Акива развивался бурными темпами. К 90-м годам 20-го века у Ульпана и его директора было такое количество разных наград, как внутриизраильских, так и международных, что под них можно было организовывать собственный музей. Пик признания как Ульпана, так и Шуламид Каснисон приходится на 1992 год, когда она была номинирована на Нобелевскую премию мира. Но приз получила другая женщина-борец за права коренного населения из Гватемалы. В 1996 году эра Шуламид в Акиве закончилась. Будучи уже совсем не молодой, она покинула пост директора с формулировкой по состоянию здоровья. В 1999 году Шуламид ушла из жизни, не дожив несколько дней до 80-летнего юбилея. Вместо Шуламид директором Ульпана стал один из ее первых учеников 1948 года выпуска Ифраим Лапид. Он проработал в этой должности всего 30 небольшим года, и с 2000 года его сменило на посту Эстер Перон. Начало 2000-х в истории Израиля отмечено достаточно мрачными событиями. Разразившаяся вторая антифада изменила стиль жизни палестинского населения Израиля, которое начало сопротивляться всему израильскому, что было вокруг них. Настоящие причины этих действий до сих пор плохо поддаются анализу. То, что произошло в те годы, сделало хуже прежде всего самим палестинцам, которые, противопоставив себя евреям, значительно ухудшили свою жизнь. Начав борьбу за равные права, финансовую независимость и политическую свободу, палестинское население в итоге пришло к осознанию, что любая свобода является ответственностью. И если раньше евреи с огромным удовольствием посещали палестинские рынки, пользовались услугами палестинских мастерских и так далее, то теперь они перестали быть желанными гостями на территории палестинских городов. А больше, как ни странно, кроме евреев, в Палестину и не наведывался, и деньги там не оставлял. Объявив борьбу за независимость, палестинцы в итоге получили обрушившуюся экономику и гору проблем, обвинить в которых, кроме евреев, ну никак никого не получалось. Начался новый виток противостояния, и на Акиве это отродилось самым прямым образом. Палестинцы и арабы стали сторонницей Ульпана, словно не было несколько десятилетий дружной жизни в стенах этого замечательного заведения. В новостях от 2003 года, во время интервью, Эстер Перон с горечью призналась, что ждет, когда же палестинское население одумается и вернется в Ульпан. «Сердцем я чувствую, что это непременно произойдет, но разум говорит мне, что для этого понадобится еще несколько лет. Нам очень не хватает былой атмосферы», — говорит она в том интервью. Но, к сожалению, дальнейшее развитие событий не оправдало ее надежд. Ульпан угасал. Лишившись арабских и палестинских студентов, такая мощная школа работала вхолостую, воспитывая репатриантов и туристов из США, Германии и Австралии. Учить получалось все так же хорошо, но большая цель пропала. Ни репатрианты, ни туристы не могли заполнить ту лакуну в смысле существования Ульпана, как место, где люди учатся понимать друг друга. В таком состоянии Ульпан докатился до 2009 года, когда официально перестал существовать. Персонал Ульпана Акива был объединен с другим Ульпаном Нетанией, Берри, в единый, который получил название Бен Леуми. Сегодня Акива представляет собой удивительное зрелище, особенно для тех, кто учился в Бен Леуми. По сравнению с крохотным Бен Леуми, который расположен в здании религиозной школы, Акива похож на небольшой город. В нем множество корпусов, внутри которых до сих пор висят доски, стоят стулья, на стенах прибиты карты мира и расписание дежурств. Но этот город заброшен. Трава выглядывает из трещин в стенах, крыша пробита упавшей веткой, старые качели висят заржавевшие. Все это похоже на какой-то постапокалиптический кошмар, от которого хочется проснуться. Ульпан Акива сыграл важнейшую роль в становлении всего Израиля. Очень жаль, что его история закончилась вот так. Брошенный и никому не нужный, он стоит на окраине города. Снести его, наверное, ни у кого не поднимается рука, но оставлять его так, как он есть сейчас, на наш взгляд, тоже неправильно. Хотя бы из уважения к памяти Шуламид Кацнессон. Ирония судьбы. Она всю жизнь пыталась наладить диалог евреев и арабов и создала для этого прекрасное место, которое после ее смерти пришло в упадок, именно из-за того, что арабы и евреи разучились разговаривать друг с другом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok